В Таргызстане завершается яровой сев сельхозкультур под урожай этого года. Как сообщает Надсадком, за пять месяцев текущего года в целом по республике засеяно более 656 тысяч гектаров яровых культур, что по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 4000 меньше. Уменьшение площади посевов яровых культур по отношению к аналогичной дате прошлого года обусловлено снижением темпов посева яровой пшеницы, кукурузы на зерно, зернобобовых культур, хлопчатника, масличных культур, картофеля и овощей. В Карасуйском районе Ожской области начался сбор зерновых культур. В настоящее время ячмень, посеянный осенью, созревает и уже собирается. В среднем с гектара орошаемых земель собирают 5 тонн урожая. В этом году в Карасуйском районе спахано под зерновые культуры площадь 18 тысяч гектаров. В этом году урожай отличный, так как погода была благоприятной. Отдельные фермеры получают с гектара по 5 тонн урожая. И это очень хорошо. Техника к сбору зерновых культур прошла предварительно осмотр и полностью готова к работе. Всего по району имеется 37 комбайнов. Пока что этого количества достаточно, так как сезон сбора зерна только начался. А вот когда начнётся массовый сбор урожая, то привлекут ещё 20 комбайнов из Генского и Арованского районов. «Мы уже начали свою работу. За уборку одного гектара берём 5 тысяч сомов. В день собираем урожай примерно с 5-6 гектаров». Завершается яровой сев сельскохозяйственных культур в северных областях страны. Так, в общей площади посевов яровых культур наибольшая доля пришлась на хозяйство Чуйской области – более 35% и Сыкульской – 15%. Также в регионах фермеры всё больше занимаются свекловодством. Больше 10 лет Анвар Култаев выращивает сахарную свёклу. Как рассказывает фермер, чтобы получить хороший урожай, за корнеплодом нужно тщательно следить. В этом году он посеял свёклу на площади 2,5 гектара. Как отметил фермер, погода этой весной была благоприятной, поэтому ожидаемый урожай должен быть гораздо больше. В прошлом году засеял свёклу на площади в 3 гектара, но из-за засушливой погоды урожай был слабый. А этой весной были дожди, и погода была хорошая. Думаю, что с одного гектара будет примерно 70 тонн. За свёклой надо ухаживать, давать необходимую подкормку. Но многое зависит от погоды. Если урожай будет хорошим, то в следующем году увеличим площадь посева. Как отмечают фермеры села, с каждым годом они увеличивают площадь сельхозкультур. Преимущественно сеют свёклу, пшеницу, кукурузу и ячмень. Муратпеку Миталиев в прошлом году сделал упор на кукурузу и засеял 5 гектаров. С этой площади он получил 60 тонн початков. В этом же году он выбрал свёклу и засеял ею 10 гектаров земли. Каждый фермер, разумеется, думает о рентабельности его продукта. Сейчас наиболее стабильная по цене это сахарная свёкла. Из-за госрегулирования цен при закупке нашего урожая мы знаем, по какой цене будут скупать свёклу, и поэтому уверены в этом продукте. Планируется, что в этом году урожай ячменя и пшеницы в Таласском районе будет больше, чем в прошлом году. Сами фермеры этому рады. Хуанчпек Асамгуджоев вложил в это поле много сил и средств. В Аильдамаймаке-Бешташ Таласского района он засеял 2 гектара земли озимой пшеницей. Сорт под названием телек считается высокоурожайным и даёт около 5 тонн пшеницы с 1 гектара. «Это очень хорошие семена. Их урожайность в два раза выше обычных. Поскольку стебли волосистые и колючие, птицы не могут склевать зерно. Я поливал поле один раз, скоро буду поливать во второй раз. Осенью начнём собирать урожай. Я надеюсь, что с гектара соберу 50 центнеров зерна». Осенью прошлого года на территории Баткенской области были посеяны новые сорта семян с целью повышения урожайности зерновых культур. И в этом году урожай обильный. В Баткене полным ходом идёт уборка зерновых культур. Одним из уникальных сортов зёрен – высокорослая пшеница. Она была посеяна на поле семенного хозяйства района. И качественный посевной материал оказался почти в два раза урожайнее местной пшеницы. И фермер остался доволен. Теперь такие качественные семена будут распространяться среди других фермеров». «В прошлом году мы получили 30-35 центнеров с гектара. Осенью мы посеяли новые сорта пшеницы из России и Казахстана. В этом году урожай мы получили больше по сравнению с прошлым годом. В этом году также планируем посеять новые сорта. Надеемся получить ещё больше урожая». «Отметим, что ОСО «Агробаткен» и крупная китайская компания подписали контракт на поставку крупной партии абрикосов в Китай. По данным Минсельхоза, заместитель министра Мирбек Дюшеев провёл встречу с генеральным директором китайской компании Чу Цуище и главой ОСО «Агробаткен» Чалалдином Шакеровым. Обсуждены перспективы и возможности сотрудничества в области экспорта продукции садоводства и бахчевых культур из Кыргызстана в Китайскую Народную Республику. В последние годы Кыргызстан активно осваивает выращивание ягодных культур. В Минсельхозе отметили, что у других стран наблюдается интерес к ягодам из нашей страны. Поэтому совместно с Ассоциацией ягодоводов экспорт ягод планируется довести до 1 миллиарда долларов. Для этого будут использоваться качественные посадочные материалы и инновационные технологии. При традиционном земледелии очень много используется водных ресурсов. А когда мы переходим на клубнику интенсивную, там это сразу экономически целесообразно переходить на капельное орошение. В том числе это очень большой вклад будет в экологию, то есть в сбережение водных ресурсов и соответственно в то, чтобы поднять уровень жизни людей в регионах. Потому что условно там с одного гектара пшеницы люди зарабатывают в среднем 200 долларов. А с одного гектара клубники они могут при правильном уходе зарабатывать минимум 20 тысяч долларов. В торгово-промышленной палате отметили, что Кыргызстан может поставлять ягоды фурами в Россию и Китай. А вот переработанную продукцию в страны Европы и в США. В связи с этим было заявлено, что фермерам-переработчикам планируются преференции и льготы. Также особое внимание будет уделяться обучению аграриев и специалистов, чтобы они могли применять передовые методы и делиться опытом. Кыргызстан обладает уникальными природными условиями – солнечным светом, водой и горным климатом. Наша ягодная продукция отличается от европейских аналогов вкусовыми качествами. Многие наши фермеры специально ездят за рубеж, чтобы обучиться навыкам выращивания ягод. Будет хорошо, если у нас откроют новые перерабатывающие предприятия, особенно холодильные установки. Это позволит сократить потери урожая скоропочившихся продуктов. Кроме ягод у нашей страны есть возможность экспортировать овощи и фрукты из Чуйской, Иссыкульской и Баткенской областей в такие страны, как Россия, Казахстан и Узбекистан. Также Кыргызстан экспортирует бобовые культуры в Турцию, Сербию, Иран и Казахстан. Глава Минсельхоза отметил, что одним из приоритетов Минсельхоза станет наращивание экспорта. В частности, по его словам, будет определён список из 60 наименований экспортных товаров. Ермей Куренкеев, Техшилок Исаков. Итоги недели.